Две-три строчки в книге памяти. А ведь за ними судьба человека, который погиб на Великой Отечественной. С годами все больше нижегородцев, которые стремятся узнать хоть что-то о своих предках, не вернувшихся с войны. Имена рядовых офицеров Советской Армии, призванных из Нижегородской области, были опубликованы в книге памяти в год 50-летия Победы. Инициатива телекомпании ННТВ перевести обновленную информацию в электронный вид, чтобы она была доступна всем. Отдельную благодарность я бы хотел принести нашему очень известному общественному деятелю, меценату и начальнику управления Федеральной налоговой службы Нижегородской области Николаю Федоровичу Полякову, который поддерживает некоторые проекты ННТВ. В том числе он поддержал и этот проект, и, насколько мы знаем, уже существует идея развития, идея электронной книги памяти, к которой каждый уже через некоторое время сможет обратиться лично на сайте. Это будет выставлено в интернете. Мы дадим вам этот адрес, и тогда уже вы более подробно о своем героическом предке сможете узнать, обратившись к интернету. С 26 марта каждый день в эфире нашей телекомпании выходит в эфир программа «Книга памяти». Мы мало что можем сделать для наших стариков, которые ушли. Они не были стариками, они уходили молодыми. Но это наше приношение, мне кажется, очень важно для нас, для всех. Смотрите, старайтесь увидеть родные для вас фамилии. И дай Бог здоровья нам всем, чтобы над нашей страной всегда было только голубое мирное небо. «Книга памяти» выходит в эфир после выпусков программы «Объективно». Ирина Чалая, Алексей Калякин, «Объективно» ННТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова